В прошлом ролике я показывал, насколько сильно повышаются возможности эволюции при обмене генетической информации между организмами. У одноклеточных это реализовать очень просто, например, с помощью горизонтального переноса генов. А вот с многоклеточными организмами всё сложнее. Эволюция пришла к разделению на два пола. Причём появилось много разных независимых механизмов определения пола. У животных обычно наибольший вклад в потомство вносят самки. Количество потомков, которые может произвести самка в течение жизни, ограничено. Возможности самцов в этом плане на порядке выше. Кажется рациональным сделать такое соотношение полов, когда на одного самца приходится много самок. Рассмотрим пример из двух популяций, когда самка порождает двух потомков. Но в одной популяции равные соотношения полов, а в другой самок рождается больше. Очевидно, что вторая стратегия даёт больше преимуществ. И эволюция должна прийти к такому соотношению полов, когда количество самок преобладает. Но в природе преобладающим является равное соотношение полов. Равное соотношение полов настолько распространено в природе, что большинство людей никогда не задаются вопросом, почему это так. Это кажется странным, особенно если учесть, что в природе широко распространена полигамия, когда только малое количество самцов участвует в размножении, в то время как большинство самцов просто выбывают из эволюционного процесса и, кажется, приносят только вред популяции, потребляя ресурсы. Кстати, подобные полигамии провоцируют усиленный отбор среди самцов, что приводит к появлению странных гипертрофированных признаков. Но это уже тема для другого ролика. У человека, как и у подавляющего большинства млекопитающих, сформировалась x, y, система определения пола. Она чисто механически создает соотношение полов один к одному. Но это просто говорит нам о том, как это есть, а не о том, почему это так. Эволюция могла бы создать более рациональную систему с малым количеством самцов. Почему этого не произошло, мы сейчас и обсудим. Равные соотношения полов являются эволюционно стабильной стратегией. То есть любые отклонения от этого соотношения будут подавляться естественным отбором. Описание того, как это работает, было предложено Рональдом Фишером в 1930 году. Теперь это называют принцип Фишера. Допустим, что численность популяций стабильна, и на каждого самца приходится 4 самки. Тогда в следующем поколении самец передаст свои гены пяти потомкам, а самка только одному с четвертью. То есть быть самцом в такой популяции эволюционно выгодно. Если возникнет мутация, позволяющая с большей вероятностью оставлять самцов, то внуков у организма с подобной мутацией будет значительно больше. Многим из этих внуков также передастся мутация, позволяющая оставлять больше самцов. Мутация начнет быстро распространяться в популяции, но только до тех пор, пока самцов не станет больше, чем самок. После этого станет выгоднее оставлять больше самок. То есть это обычная отрицательная обратная связь, которая будет стремиться установить равные соотношения полов. Заметьте, что равные соотношения полов не являются рациональной стратегией для самой популяции, но зато эта стратегия является эволюционно стабильной. Кто любит математику, вспомнит про равновесие Нэша. Ну а главная мысль, которой стоит принять, то что эволюция и естественный отбор не всегда приходит к самым разумным с нашей точки зрения решением. Ну а мы попробуем смоделировать это на компьютере. У каждого организма есть ген, в котором в виде процентов записана вероятность получить в потомстве самца. То есть в гене может быть записано число от нуля до ста. При скрещивании двух организмов для определения пола потомка мы используем средние значения. В данном случае вероятность появления самца будет чуть выше. Потомку достанется ген от одного из родителей, но из-за мутации его значение может сместиться в ту или иную сторону. Какой-то из этих вариантов будет у потомка. В конце каждого шага симуляции мы формируем новое поколение. Случайным образом будем выбирать самца и самку и они будут создавать следующего потомка по правилам, которые я писал выше. У меня получилась вот такая программа. В первом поколении у каждой особи в гене записано число 10, то есть 10 процентов популяции состояла из самцов. Соотношение полов будет отображаться здесь. Синие это самцы, зеленые это самки. По центру можно смотреть, как меняется соотношение полов со временем. В нижней части мы видим гистограмму распространения разных значений гена в популяции. Средние значения в гене как по всей популяции, так и по каждому полу отдельно, можно посмотреть здесь. Видно, что благодаря отрицательной обратной связи соотношение полов быстро выровнялось. Распределение вариантов гена постепенно переходит от нормального к равномерному. Когда соотношение полов выровнялось, то ни сыновья, ни дочери не дает преимущества. Можно иметь только дочерей, главное, чтобы для них рождалось такое же количество мальчиков у других родителей. Среднее значение гена в популяции равно 50, то есть в среднем на 100 новорожденных приходится 50 самцов. Но если смотреть отдельно по каждому полу, то у самцов сдвиг в сторону большей вероятности рождения самца. У самок наоборот. Это легко объяснить. У родителей с высоким значением гена, скорее всего, родится самец, которому передастся этот ген с высоким значением. Все то же самое с противоположной ситуацией. К такому же соотношению симуляция придет, если изначально сделать больше самцов. То есть модель прекрасно работает и показывает, почему происходит выравнивание соотношения полов. Если уменьшить размер популяции в 100 раз, то результат будет таким же, но система будет менее стабильной. Здесь работает закон больших чисел. Чем крупнее популяция, тем более предсказуемым становится ее развитие. Теперь попробуем поиграть с параметром и посмотреть, насколько модель устойчива. Что произойдет, если каждый удачливый самец будет спариваться с одной тысячу самок, оставляя остальных самцов без пары? Обычно у полигамных видов на одного самца приходится от пары до нескольких десятков самок. Тысяча – это слишком много, но стабильность системы ухудшилась незначительно. При равном соотношении полов у каждой самки в среднем будет два потомка, с вероятностью равной одному. Каждый самец в среднем оставит две тысячи потомков, но с вероятностью одна тысячная. В любом случае математическое ожидание равно двум потомкам. Если равномесие сместится в ту или иную сторону, то один из полов получит преимущество, и равномесие вновь восстановится. Можно довести это до предела, теперь один самец участвует в размножении. Стабильность полностью нарушена. Соотношение полов меняется случайным образом. Происходит это очень медленно, поэтому я сильно ускорил. Вариативное значение гена в популяции очень низкое и следует за значением гена у текущего альфа-самца. Но если посмотреть на большом промежутке времени, то соотношение полов в среднем будет равным. Вернемся к моногамме. Представим, что теперь только самка определяет пол в соответствии со значением в своем гене. То есть появилась мутация, позволяющая яйцеклетке выбирать среди сперматозоидов. И здесь отрицательная обратная связь удерживает равные соотношения полов. Но если посмотреть на среднее значение в гене, то картина получается не совсем очевидная. У самок среднее значение равно 50. Именно они определяют соотношение полов. У самцов значительно выше. Это приводит к тому, что рождается много потомков с высоким значением в гене. Но большая часть их это самцы, которые не участвуют в определении пола. Та же картина возникнет и в обратной ситуации. Когда самцы научились сдерживать сперматозоиды с X или Y к хромосомой. Пока нам не удалось поломать принцип Фишера, ведущий к равному соотношению полов. Но не всё потеряно. Вернём всё к начальным параметрам, когда пол потомка определяют оба родителя. А теперь представим, что ген, определяющий вероятность пола потомка, передаётся только по материнской линии. В итоге самцов осталось менее 5%. Почему подобное происходит? Самцов очень мало и быть самцом выгодно. У самки с высокой вероятностью рождения самца будет много внуков. Но у них не будет того самого гена, который увеличивает вероятность появления самца. Так как передаётся он только по женской линии. Противоположный результат будет, если ген передаётся только от отца. Но если мы сделаем так, что пол потомка определяется одним полом, а ген передаётся другим, то опять видим тенденцию к равному соотношению полов. Правда, происходит это очень медленно. Я ускорил в 20 раз. При описании принципа Фишер я упустил важный момент. Сам Фишер указывал, что его принцип справедлив только если затраты при воспроизводстве мужских и женских особей одинаковы. Если воспроизводство самцов обходится дороже, чем то же количество самок, тогда эволюционно соотношение полов будет смещено в сторону доминирования самок и наоборот. Давайте смоделируем это. Рождение самцов будет обходиться дороже. Я это реализовал таким способом. Самка может породить несколько потомков, но после рождения потомка мужского пола больше рожать не сможет, так как сил больше нет. Поехали! При таких условиях соотношение самцов и самок стабилизируется на соотношении примерно 2 к 3. Но самое интересное начинает происходить дальше. Значение в гене начинает стремиться к крайним значениям. Я не смог придумать правдоподобные объяснения этому эффекту, так что вы можете предлагать свои варианты в комментариях. Но есть еще одна стратегия, которую мы не рассматривали. Каждая особь может быть обоеполой. При этом сохраняются все преимущества полового размножения, и каждая особь способна к порождению потомков. Кажется, это самая рациональная стратегия. В растительном мире это является мейнстримом, но среди животных встречается крайне редко. Возможно, объяснение этому очень простое, но я его не нашел. Пишите ваши версии в комментариях. На сегодня все. Спасибо тем, кто поддерживает меня на Бусти. Больше поддержка, больше возможностей для новых проектов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok